Здравствуйте! В эфире телеканала CBC. Специальный выпуск веду его я, Анастасия Лаврина. И следующие полчаса поговорим о наиболее актуальных темах вокруг армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Сейчас на связи сразу три гостя. Я представлю их для начала. Это Ирина Цукерман, журналист-аналитик из Соединенных Штатов Америки. Расим Мусабеков, депутат азербайджанского парламента. И также Дмитрий Солонников, директор Института современного развития из Российской Федерации. Добрый вечер, уважаемые гости! Добрый вечер! Рады вас видеть. Я предлагаю начать нашу беседу с Ириной Цукерман. У меня есть как раз вопрос актуальный. Совсем недавно состоялась встреча, визиты министра иностранных дел Азербайджана и Армении в Соединенные Штаты. В Вашингтоне были встречи с госсекретарем Майком Помпео. Обещали, говорили о возможном гуманитарном перемирии, которое, к сожалению, нарушено. Совсем недавно в интернете появилась информация об очередном обстреле Бординского региона Азербайджана, что повлекло за собой гибель четырех невинных людей, среди них также ребенок. Ирина, объясните нам, по-вашему, что происходит, почему Ереван ведет себя подобным образом и актуально ли это перемирие, которое было вроде бы достигнуто в Соединенных Штатах? Как я говорила уже не раз, к сожалению, все эти гуманитарные перемирия не имеют особого веса. Они дают возможность Армении перезагрузиться и подготовиться к новым нападениям. Последние перемирия имеют тоже значение, особенно сейчас они используют ситуацию предвыборную. Осталось всего неделя, ровно неделя до выборов Соединенных Штатов. Ситуация накаленная. Разумеется, администрация пытается навести порядок, показать себя успешно со стороны миротворческих действий. И, конечно, им было бы на руку, если бы это перемирие продлилось. Но, вместе с тем, здесь довольно крупная армянская диаспора. Есть со стороны администрации попытки, они традиционно демократы. Есть попытки изменить ситуацию в Ниджерси, в Калифорнии, в разных местах. И поэтому армяне знают, что в течение этой недели жесткого отпора, публичного, во всяком случае, не будет. И поэтому они чувствуют возможность использовать эту ситуацию так, как им удобно. Да, Ирина, я согласна с вашим мнением. Мы еще вернемся к этому вопросу. Расим Алим, вы меня слышите? Я бы хотела адресовать следующий вопрос вам. Из последних новостей состоялся недавно телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации и министра иностранных дел Турецкой Республики. Стороны, помимо всех прочих вопросов, также обсудили армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт. И была подтверждена обоюдная заинтересованность в налаживании всеотъемлющего диалога, необходимости мирного урегулирования конфликта, о важности также незамедлительного установления решима прекращения огня и возобновления переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. Как вы считаете, актуально ли сейчас это и почему опять-таки? Говорят о необходимости переговоров, о которых говорили еще почти 30 лет назад, но не говорят о важности вывода всех оккупационных сил Армении с азербайджанских территорий. Для мнений, впрочем, хотя я не думаю, что здесь стоят армянские голоса во время президента ФСБ. Дело в том, что Калифорния достаточно проигрывает с президентом Трампом. Я думаю, что даже если армяне проклассуются в своем большинстве за Трамп, то там общую картину по Калифорнии не изменит выборщики Калифорнии, не давно в котором имеют глупание. Но, тем не менее, я думаю, что есть уверенность у Трампа, что он почувствует, что я предстоит этим заниматься следующим, и поэтому упустили американцы в суд. Но, тем не менее, посмотри, Россия разговаривает. Там, я думаю, что Гасна, тоже Сирия. Начались очень серьезные сирии, где прикасаются турецкие граждане. Ну и есть понятие, что без турецкого урюса продвинуть, я даже не говорю урюса, о достижениях военных действий невозможно. Ну, потому что однозначно мы говорим, что Армения своими правосудистами рассчитывает, чтобы так или иначе спровоцировать Азербайджану в территории Армении и втянутся к своей стороне российских военных контингентов. Пока под местными штатами этот сценарий выдают этот ответ. Арсим Алим, не знаю, почему у нас проблемы со связью. Мы вас очень плохо слышим с задержкой. Надеюсь, что... Да, и мы надеемся, сейчас наш технический департамент сможет устранить неполадку. Я согласна с вами, в то же время, как многие аналитики и эксперты утверждают, к сожалению, в Соединенных Штатах та обстановка именно сейчас, когда руководство этой страны не совсем в теме даже этого конфликта. Каждый занят своими проблемами, кто-то пытается заниматься предвыборной кампанией, идут дебаты, очень насыщенные при этом. В свою очередь, также действует армянское лобби, которое пытается пропагандировать и протаскивать свою позицию. Мы об этом тоже обязательно поговорим чуть позже. Дмитрий, вы меня слышите? Я бы хотела также узнать ваше мнение по тому, что происходит сейчас в зоне боевых действий, как ведет себя официальный Ереван. И в то же время, хочу, чтобы вы прокомментировали нейтральную позицию Российской Федерации, которая именно, я хочу подчеркнуть, на официальном уровне заняла очень нейтральную позицию. Я не говорю о тех экспертах, дипломатах, депутатах, которые именно выступают, в том числе на российском телевидении, а именно официальная позиция российского государства. Что вы можете сказать в целом об этом? Смотрите, официальная позиция очень четко обозначил президент Российской Федерации Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Для России оба народа являются братскими. Армянский народ – братский народ для России, азербайджанский народ – братский народ для России. Нас связывает большая история, большие культурные связи, исторические связи. И кровопролитие сейчас – это, конечно, трагедия, которую мы все переживаем на наших глазах. С одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Азербайджан ведет войну за освобождение своей территории, и право Азербайджана освободить свои районы никогда не ставилось под сомнение. Да, хотелось бы, чтобы это было решено путем мирных переговоров, но юрисдикция Азербайджана над данной территорией никогда не подвергалась сомнению со стороны России. И в этом положении Россия очень четко придерживается всех своих договорных обязательств. Россия и Армения – члены АДКБ, но, как уже неоднократно подчеркивалось на официальном уровне в России, ни малейшего повода включать статьи АДКБ сейчас, в рамках нынешнего конфликта, нет. И Россия не собирается в нынешних условиях применять договор о коллективной безопасности для того, чтобы вмешаться в ситуацию на одной или другой стороне. Ну, на стороне Азербайджана, к сожалению, в рамках договора о коллективной безопасности вмешаться. Более того, я даже хочу добавить, и хочу, чтобы вы тоже продолжили комментарий на эту тему по поводу позиции Турции. Несмотря на то, что Армения очень яростно пыталась выступить, чтобы Турция никоим образом не вмешивалась в урегулирование конфликта, при этом они продолжали обвинять Турцию, но почему-то они не хотят, чтобы Турция имела какое-то отношение к урегулированию конфликта. Но мы должны также обозначить, что Владимир Владимирович Путин отметил, что Турция достаточно важный игрок в регионе и может, в свою очередь, поспособствовать урегулированию конфликта. Что вы думаете об этом? Никаких сомнений в этом нет. Турция – одно из крупнейших государств Передней Азии. То, что у Турции есть интересы в Закавказье, никто никогда не отрицал. Отрицать это глупо и бессмысленно. Поэтому Россия с уважением относится к позиции Турции. И это видно на тех официальных контактах, которые происходят в последнее время. Был телефонный разговор между Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Идут переговоры между министрами иностранных дел. Постоянно поддерживаются другие деловые контакты. И, конечно же, Турция, как крупное государство данного региона, имеет свой интерес и заинтересована в том, чтобы, в конце концов, мир на ее границах, а это очень недалеко от границ Турции происходит, нынешний конфликт, в конце концов, восторжевствовал. Но восторжевствовал в определенных условиях, в условиях, когда Азербайджан сможет вернуть под свой контроль свою территорию. Эта позиция Турции была высказана. Ее, опять же, никто не оспаривает. Расим Алим, вы нас слышите? Да, конечно. Да, это с интернетом были неполадки с вашей стороны, видимо, поэтому мы не очень хорошо вас слышали. Давайте попробуем еще раз. У меня есть для вас как раз-таки вопрос по перемирию и так называемому переговорному процессу, о котором говорят сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Но, как отметил наш уважаемый господин президент Альхамалеев, он сказал, что, в принципе, уже даже сами по себе мадридские принципы, они не актуальны по причине того, что четыре региона мы уже себе вернули. И говорить о том, что Армения готова вернуть там какой-то один регион или же какую-то часть оккупированной территории, это тоже не актуально. Азербайджан готов переговариваться только если Армения согласится вернуть все оккупированные территории. Как вы считаете, вот при таком раскладе, о каком переговорном процессе и формате может идти речь? Ну, вроде бы, сопредседатели Минской группы мы должны связаться с иностранным делом и 29 октября. Ими подготовлено одно заявление, в котором есть законодательный пункт о том, что сторонам нужно прийти к согласию, что это согласие зафиксировано и реализовано. Я думаю, в первую очередь это касается условий сопровождения прочего. И этот мир, конечно же, должен предполагать вывод армянских вооруженных сил из территории Азербайджана. Вопрос заключает в последовательности этого вывода, условия и осуществлении необходимых мер безопасности. Конечно же, именно меры безопасности сейчас должны быть на приоритетной стороне, если так посмотреть. Да, будут рассматривать. Договорятся или нет, это вопрос ответа. Да, насколько договорятся, насколько опять-таки будет обсуждаться важность гуманитарного перемирия. Ирина, как вы думаете, вот тоже ваше мнение интересно узнать по вопросу возможного переговорного процесса, возобновления. По-вашему вообще, готов ли официальный Ереван пойти полностью на перемирие, что было бы актуально, если Армения согласится вывести оккупационные войска со всех оккупированных азербайджанских территорий, тех, что до сих пор находятся под контролем вооруженных сил Армении. Что должно произойти еще, чтобы Ереван понял, что у них будущее зависит именно от того, насколько быстро они выведут свои войска? Дело в том, что для них вывод войск на данный момент является полной потерей лица. Они не были подготовлены к этой войне. для них вся политическая линия строилась на этом политическом процессе и военных действиях с ними связанных. Должно быть или политическое давление от какой-либо третьей страны, или от Соединенных Штатов, или от России, или еще от кого-либо. Или же сам Азербайджан, если вернет полностью свои территории, это уже будет фактом налицо, им просто придется признать поражение. На данный момент все их действия показывают намерение продолжать войну. Даже если при этом явно становится видно, что они проигрывают. Уведется жесткая информационная борьба. На данный момент линия их в том, что если Азербайджан вернет себе всю территорию, будет геноцид христианских граждан, находящихся на этой территории. При этом нет никаких доказательств. Все это чисто информационная война. Но при этом многие действующие лица и на Западе, и в других странах повторяют это как мантру. И на этом Армении это используют для того, чтобы поддерживать миф о том, что они могут выиграть эту войну. С их стороны просто они пытаются ввести вмешательство стран для того, чтобы прекратить остановить Азербайджан. Но проблема заключается также в том, что в принципе от того, что они затягивают урегулирование конфликта и в целом поведение даже самого премьер-министра Армении Николы Пашиняна, это не гарантирует ему стабильное пребывание на его посту, если это можно так сказать. Если он надеялся на то, если он не будет капитулировать, если они не будут сдавать территории, то в таком случае он сидит в кресле, то сейчас мы видим, ситуация меняется. Уже даже внутриполитические силы начинают выступать против него, начинают призывать к ответственности, чтобы он ушел с поста. Более того, мы видим, как простые жители Армении, они выходят на улицу и тоже начинают уже требовать соответственного поведения со стороны руководства Армении, чтобы их, как говорится, дети не умирали ни за что. Потому что они даже не защищают территорию Армении, они идут на оккупированные азербайджанские территории для того, чтобы умирать за оккупированные азербайджанские территории. Это очень непристойное поведение со стороны официального Еревана посылать на гибель молодежь, стариков и даже уже женщин. Потому что, как мы знаем, говорят уже, что супруга премьер-министра Никола Пашиняна собирается идти в оккупированный Карабах и воевать там с отрядом женщин. Но, извините, это вообще не мужской поступок со стороны премьер-министра, как говорится, отправил жену на войну непонятно куда и непонятно за что. Действительно очень смешно и, с другой стороны, печально видеть подобную ситуацию в Армении. Дмитрий, скажите нам, пожалуйста, также вашу точку зрения о поведении представителей лоббистских, диаспорских организаций Армении, которые также действуют в России. Сейчас звучат острые осуждения в адрес политики Российской Федерации. Но при этом, когда азербайджанские войска подходят уже вплотную к границе с Арменией, мы видим, что они вывешивают не армянский флаг, а российский. То есть они пугают Азербайджан Россией. С другой стороны, они начинают проводить митинги по всему миру. В той же Франции был митинг на территории Российской Федерации. Очень много недовольных. Они обвиняют Россию в предательстве. Как можно расценивать такое поведение и не сулит ли это официальному Еревану еще худшей дестабилизацией взаимоотношений с Россией? Я бы сказал, что на территории Российской Федерации армянская диаспора далеко не однозначно ведет вот такую агрессивную провокационную политику. Было несколько встреч в крупных городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах-миллионниках, где встречались одновременно и представители азербайджанской диаспоры, представители армянской диаспоры. Я сам участвовал в такой встрече в администрации Санкт-Петербурга. Там была уважительная беседа двух сторон и подчеркивалось, что задача не перевести конфликт на территорию Российской Федерации, где долгое время, много лет живут представители как одного, так и другого народа. И провокаций там не было. Там было еще раз уважительное отношение двух сторон друг к другу и к происходящим событиям, которые, к сожалению, не происходят. Да, есть ряд экспертов, есть ряд медийных фигур, которые выступают с рядом провокационных заявлений. К сожалению, современное информационное пространство построено таким образом, что проще всего словить хайп, проще всего вбросить яркую фразу, может быть, за которой не стоит никакого содержания, никакого смысла, и на этом попытаться разогреть аудиторию, получить дополнительную популярность. Да, мы это видим и на российском телевидении, и в ряде медийных программ. Но говорить о том, что на эти провокации ведется официальное руководство России, нет, конечно. Есть четкое разделение. Вот мы понимаем официальную позицию диаспоры, мы понимаем официальную позицию Еревана, и мы понимаем те провокационные действия, которые происходят. Точно так же, как есть полное понимание того, что происходит в Баку и как действует азербайджанская диаспора в Российской Федерации. Поэтому вот я бы не сгущал здесь краски по поводу возможности лоббистских позиций армянской диаспоры в России. У нас нет выборов, у нас нет необходимости быстро сказать какую-то охлесткую фразу, как в Соединенных Штатах. Россия будет занимать последовательную стратегическую позицию. Надеемся на это, во всяком случае, уже практически месяц. Мы видим, что Россия, официальная Россия не меняет свою позицию, призывая к миру, она ведет достаточно нейтральную позицию. Расимялим, вы слышите нас, Расимялим? Да, у нас, опять-таки, как мы видим с гостем, небольшие интернет не... Расимялим, слышите нас? Да, у нас неполадки. Ирина, тогда давайте вернемся к вам. Ровно месяц момента, как начались боевые действия 27 сентября в результате очередной военной провокации Армении. Мы знаем, конфликт начался разгораться с новой силой и сегодня уже ровно месяц с начала контрнаступательных операций Азербайджана. Я хочу даже это озвучить. Азербайджанская армия освободила 4 города, 3 поселка и 165 сел, что достаточно немало. За один месяц мы даже, если посмотрим на карту, которая очень часто передается также в эфире телеканала CBC, результат впечатляет. Но почему-то, когда мы видим подобного рода информация появляется в интернете, с другой стороны Армения продолжает отрицать успехи азербайджанской армии и почему-то этим самым вводит в такой гипноз свое население, которое очень яростно распространяет дезинформацию в интернете. Что вы можете об этом сказать в целом, об успехе азербайджанской армии и дезинформации в интернете? Во-первых, явно налицо то, что азербайджанские военные силы хорошо подготовлены. Это организованная армия, это не какие-то войска боевиков, непонятно призванных откуда. Это несмотря на то, что некоторые любят пускать такие слухи, им не нужна внешняя помощь, они на деле доказали, что они способны вести военные действия очень организованно и при этом без того, чтобы наносить какие-то ненужные удары по мирному населению. Армянская сторона, несмотря на то, что они говорят, говорят, что страдают среди них мирные жители, на самом деле никаких доказательств этого на данный момент не предоставила. Более того, должно быть известно, что азербайджан дал возможность эвакуировать мирное население из тех районов до того, как наносить какие-либо удары. С другой стороны, ведется дезинформация именно потому, что Армения проигрывает, у них нет выхода, как пытаться мобилизировать определенные сегменты, не только диаспоры в западных странах, но и людей, которые могут проявить симпатии к определенным позициям. Например, ведутся слухи о боевиках из Сирии и Пакистана, которые якобы уже гибнут в Нагорном Харабахе. На самом деле, опять же, никаких доказательств не было предоставлено. Наоборот, информация показывает, что они не только там ни к силам, ни к городу, но просто бы вмешали действиям организованных военных сил. И также нет никаких данных о том, что как бы они туда вообще попали и для чего. Никаких доказательств нет, а вопросы не задаются. Это действительно так. Спасибо вам большое, Ирина. Спасибо, уважаемые эксперты, за интересные комментарии. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня к нам присоединилась Ирина Цукерман, журналист-аналитик из Соединенных Штатов Америки. Расим Мусабеков, депутат Азербайджанского парламента, а также Дмитрий Солонников, директор Института современного развития в Российской Федерации. Это был специальный выпуск. В прямом эфире вела его я, Анастасия Лаврина. Оставайтесь с нами. Мы скоро снова в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова